Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня я предлагаю вам экспресс-мастер-класс вот этой вот сумки, девчонки. Сумка очень популярная, активно её все вяжут, у многих мастерована есть, но она у всех крючком. Я же вам предлагаю её связать спицами. Я планировала связать её, конечно же, подробный мастер-класс, но смотрю, что лето уже в полном разгаре. Для начала сделаю экспресс-мастер-класс для уже опытных вязальщиц, ну а новички жду вашей реакции, соответственно. Маечка вяжется, девчонки, возникли небольшие трудности, но вяжется, так что кто ждёт маечку, на днях будет. Вот, итак, как же связать её крючком? По поводу пряжи, девчонки, пряжу можете выбрать, либо какой-то потолще акрил такой, поплотнее, вот, и вязать платочной вязкой. Рафия, я думаю, подойдёт. Ну, в любом случае, искусственная пряжа, самая дешёвая, да, красочная какая-то, совсем летняя, вот такая вот, как бы, даже соберите все остатки и свяжите сумку. Вот, примерно смотайте в одинаковые клубочки, и будет вам сумка. Вот, возможно, если новички проголосуют за подробный мастер-класс спицами, вот, то я свяжу именно из остатков, из того, что я соберу у себя дома, и свяжу себе такую сумку. Вот, ручки я куплю, рассказывать буду и про ручки цельновязаные, и вот, как на образцах их можно купить, и как бы с ручками не заморачиваться, связать саму основу, а потом пришить вот эти вот готовые ручки, что я тоже делаю именно так, я не хочу вязаные ручки. Вот, итак, девчонки, для начала, про пряжу сказала, чем искусственнее, тем лучше, а вообще, по большому счету, и все равно, даже если вы там запустите какие-то, какую-то нить травки, или чего-то такого, буклированное, буклированного будет очень красиво, да, скомбинировать все остатки, потоньше, потолще, вот взять, тоже будет очень эффектно, красиво смотреться, если взять разные толщины пряжу, буклированную с обычной. Ну, короче, тут уже в вашей фантазии есть где разгуляться, да, поэтому по поводу пряжи, если пряжа тонкая, платочная вязка, если пряжа потолще, то чулочная гладь, вот, тоже будет отлично, если толстая пряжа. Итак, что нам нужно? Нам нужны спицы круговые, и нам нужны спицы, пять спиц носочные. Вот, вязать мы будем от центра. Вот, смотрите, я нарисовала четыре полосы, это четыре регланной линии. Мы набираем, девчонки, 12 петель. Одна, это поделить на четыре, это будет одна петля, это регланная линия, вот, из этих 12 петель. Значит, давайте я нарисую. 12 петель мы набираем и распределяем на круговые спицы, и распределяем на четыре спицы, то есть, по три петли на каждой спице. Из них, вот, одна регланная, и по одной рядом, вот эти три петли. Здесь то же самое, и здесь то же самое. То есть, спицы вот так вот разделены, у нас по спицам в этом месте. Да, вот как мы на носочки набираем, так мы набираем и сюда, но всего 12 петель. У нас будет по три петли на каждой спице, вот, три петли по бокам, и одна линия реглана. Если набирать больше, ну, чтобы две линии, ну, я думаю, не надо вам больше, больше, как бы, по одной достаточно для сумки, и мы вяжем по кругу на спицах, вот, как мы вяжем носочек, но только мы вывязываем регланную линию. И здесь мы добавляем в каждом втором ряду, по бокам от нее, по накиду. Классический реглан, вот только он будет у нас расширяться, на этих круговых спицах, сразу вы не сможете, вернее, на этих пяти спицах, сразу одеть на круговые, вы не сможете. Тут вся фишка заключается в том, чтобы сделать вот это плоское донышко с минимального количества петель, и перейти, и даже эти 12 петель вам потом оставьте ниточку, чтобы потом ее продеть в иголку и стянуть вот эту пимпочку внутреннюю. Вот, то есть, понятно, да, мы вяжем донышко до нужного нам размера. Вот, визуально я бы сказала, что вот мы вяжем в круговую, да, и при этом добавляем в каждом втором ряду. Вот, если посмотреть, у нас классический реглан, 4 регланные линии. Когда мы вот по диагонали измеряем здесь, либо здесь, вот где это у нас петли, вот одна спица, вторая, третья, четвертая, здесь уже вы видите, если вы добавляете, 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 и уже вам мало этих спиц, носочных, вы переходите на круговые спицы. Вот, и далее вы просто уже всю сумку вяжете круговыми спицами. Если у вас длинные носочные, вы можете до конца вязать носочными. Это уже тоже не так важно. Значит, что мы делаем потом, когда мы связали, вот что я вижу здесь, до 30 сантиметров, я бы сказала, что ширина донышка 30 сантиметров, больше не надо. Вот, как раз бы 30 сантиметров ширина и достаточно. Вот, когда мы достигли ширины этого полотна 30 сантиметров, мы начинаем делать что? Здесь мы продолжаем делать эти регланные линии, то есть добавлять, расширять полотно нам уже не нужно, везде, в общем, тут и продолжаем в каждом втором через ряд делать накид. Либо в каждом четвертом двойной накид, дырочка получится побольше и поэффектнее. А здесь же, я вот так вот нарисую, мы делаем убавки. Провязываем по 3 вместе. Это я как бы рисую пунктирную линию, потому что здесь у нас нет как бы шва. Выглядит, что это шов. На самом деле, у нас тут идет вот эта линия, где мы провязываем в каждом втором ряду по 3 вместе. В принципе, то же самое, что и мы делаем как бы крючком, кто вязал эту сумку крючком. Там мы провязываем по 3 столбика вместе с накидом, а здесь мы просто провязываем по 3 петли вместе с накидом. Ой, без накида. В общем, и здесь. То есть, в 4 места, где у нас была вот эта стык спицы, 1 и 2, здесь мы определяем. Здесь, кстати, не будет у нас ведущей петли. Здесь для начала мы провязываем провязываем 2 петли вместе, одну отсюда, берем одну отсюда. Это как бы первый ряд после вывязанного донышка, где уже мы поняли, что донышко у нас вывязано. Вот. Ой, а что я так нарисовала? Господи, опять у меня что-то 2, 2, 2. 1 двоечка. Какой-то бред нарисовала. А дальше по 3. Говорю, видите, говорю, болтаю и фигню рисую. Значит, понятно, да? По 2 мы провязали с каждой стороны вязали. Ну, в общем, центральные 2 между вот этими регланами, между этими центральные 2 как бы ровно в половине. А потом эта петелечка уже будет ведущая и на основе нее мы будем вывязывать вот эти 3 вместе. То есть, эта петля и одна отсюда, одна отсюда. Центральная петля, одна отсюда, одна отсюда. Таким вот образом, хорошо очень видно на этих образцах, что идет эта линия, эта, и вот эта вот линия идет у нас по бокам. И вторая половинка. То есть, вы теперь на круговых спицах либо же на этих носочных, если длинные, вяжете вверх, вы вяжете вверх, до того, вот эта регланная линия, она сама по себе сделает вот этот вот угол. Увидите, он сам по себе вырисуется здесь. И вам больше ничего не нужно будет. Вот таким вот образом у вас это полотно нарисуется. И у вас будут уже готовые эти углы. Они получаются сами по себе. Понятное дело, вы можете пустить ажурные как бы полосы здесь, какие-то, ну, в смысле, отделку из ажурной полосы. Играйтесь как хотите. Основа у вас основана как бы на вот этом реглане, на добавлениях и убавлениях. Вот. За счет этого получается вот такая вот форма. Я думаю, девчонки, кто вяжет на заказ, кто опытный, понимают, о чем я говорю. Вот. Поэтому все. Как бы все рассказала. Вот если ручки, допустим, то вы просто потом последний, ну, предпоследний ряд, когда уже высоту определили, здесь воздушными петлями набрали, здесь вы ровно ничего сюда и здесь набрали тоже воздушными петлями. и уже вот так вот по кругу вы вывязали, обвязали еще эти ручки. я бы рекомендовала купить готовые и просто они будут, хотя и вязаные нормально, серьезно. На лето отлично и вязаные подойдут. Все, девчонки, я думаю, что я вам помогла. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok